у солнца появился новый логос а имя вы знаете это по сути дела программа определенная то есть смена имени ведет к тому что меняется программа вот логос солнца сейчас ярослав солнечный не ра как было раньше там или как-то еще а ярослав солнечный обратите на это внимание вполне русское имя ярослав гиперборейская и то что фаэтон собирается это мы тоже увидели и регистрировали и там в связи с этим возникает еще такой интересный вопрос дело в том что наша луна это одна из частей фаэтона по сути она сюда ну как бы была выброшена взрывом и во многом она определила и развитие земли потому что в ней информационно содержалась история фаэтона этой первой земли дэй которая была связи с как большим конфликтом который там возник по сути дела погублено но души во многом фаэтонские здесь тоже на земле присутствует вот сейчас луна уходит как ядро фаэтона здесь видимо будет какая-то компенсация возникать и начинается сборка этой планеты а по сути дела сборка октавы солнечной системы потому что солнечная система все но ты звездного звучания нашего пространства и тут будут появляться новые ноты потому что как бы октавы солнечного звучания расширена на еще несколько обертонов и вот это все надо знать понимать этим всем надо управлять потому что это все структуру управления так же как вот на пианино клавиши который извлекает мелодию также этим можно созидать очень серьезные космического масштаба события и попадать в них и жить в них так что все сейчас начинают передавать человек вот почему богочеловеческий этап развития у нас наступает в ближайшем будущем тридцать шестой год время перехода так что все это приближается к нам ну события формируются на каком уровне ведь надо еще тоже знать есть личностный уровень на нем можно что-то формировать есть космический уровень там тоже что-то для нас формирует ведь мы сейчас попали в очень-то очень серьезную систему вознесение а это вознесение она связано не только землей здесь работали очень многие звездные цивилизации цивилизации плеяд сириуса ориона здесь же много всяких в общем-то процессов совершалось и для того чтобы как ну вот проект бога был реализован и многими но здесь не только были положительные как бы преобразователи здесь были люди которые очень вернее цивилизации которые хотели в том числе и помешать и они тоже свою лепту внесли причем иногда это были и духовные цивилизации вот например плеяды сириус орион они относятся к этим духовным цивилизациям но то вознесение которое должно было у них произойти она не произошло они зацепились но есть такое понятие шпора ориона вот это шпора это как раз то что помешало их вознесение а вознесение произошло именно из за того что они делали ну не только здесь на земле но в частности на земле потому что мы же помним какие здесь были в общем то цивилизаторы весьма разные и вот сейчас им надо изо всех сил пытаться исправить это иначе они не вознесутся поэтому они все здесь и помогают земле изо всех сил и спрашивают но что еще вам сделать потому что они хотят как бы уцепиться вот земля стала как локомотив понимаете как паровоз они хотят прицепиться к ней вагончиком и вознесение потому что нельзя не надо думать что если они там техногенно более развита то они более возвышенные именно земля сейчас является вот этой тягловой силы вознесения все те кого мы знали здесь в виде богов богинь они уже сюда тут полным ходом устремляются и говорят это все исправим это исправим то исправим то есть масса предложений с их стороны идет